Ребята, всем привет! С вами Валерий Пак и сегодня я хочу сделать небольшой обзор. Сейчас мы находимся в Южной Корее, в городе Пусан. Станция Hadang Station. Это 102-я станция по оранжевой ветке. Сегодня мы попробуем вкуснейший суп. Выпьем чашечку кофе. Ребята, как, наверное, у каждого человека, утро начинается с чашечки кофе. Как видим, мы здесь десерты. Витрина, где вы можете купить термосы, кружки. И кофе. Это вот такой вот большой стакан со льдом. Я очень люблю эспрессо, но сегодня я пришел в Starbucks и хотел попробовать вот такую вот новинку. Давайте я немного приближу. Нижняя часть, это идет зеленый чай. А сверху это уже идет непосредственно кофе. Довольно интересно. Такси. Корейские деоланусы. Мы пришли в наше заведение. И первое блюдо, которое мы сегодня будем пробовать, называется Хайон Чампом. Это необыкновенный и очень вкусный суп с морепродуктов. Вы знаете, обстановка в этом заведении очень такая спокойная, семейная. Я думаю, что каждый может прийти в выходной день и здесь вкусно поесть. Принесли маринованный редис и маринованную капусту, а также какой-то зеленый чай. Нам принесли это блюдо. Давайте посмотрим и разберем, что там есть внутри. Мы видим, здесь есть креветка, здесь есть грибы-шампиньоны, лук. Также мы видим здесь осьминоги. Такие вот маленькие осьминожки. Осьминожки, когда маленькие, они очень вкусные и мягкие. Также нам положили вот такое вот осьминога в кляре. Ну, выглядит неплохо. А также у нас есть мидии. Такие вот ракушки раскрылись, значит, они готовы. Также у нас есть зелень. Что-то еще здесь. Много зелени. Ну и, конечно же, лапша. Ну что, ребята, давайте попробуем. Первое, что я в общем попробую, это бульон. Как говорят, excellent, идеально. Немножко островато, чувствуется черный перец. Не красный, а черный перец. Очень наваристый бульон. Смотри, куда уже взять маленького осьминожка. Мы сейчас возьмем немножко лапши. Возьмем нашего осьминога, грибы и зелень. Жалко, нет вилки. Так бы я намотал бы как пасту. Положил бы сверху осьминожки, грибы, мидии. Ну, было бы удобно кушать. Давайте попробуем, что с нашим осьминогом в кляре. Вы знаете, он достаточно мягкий. Капуста. Знаете, ребят, похоже на пелюску. Ребята, я очень люблю морепродукты. Когда я в Натальянде, я просто каждый день делал креветки, не знаю, морские гречки, мидии. Потому что их там очень большое множество. Я как раз попал в сезон. Я не знаю, что это было там очень больше. Но стоило в два раза дешевле. Давайте попробуем. Ребята, всем вывезти. Самое интересное, что здесь есть все такие порции. То есть, если вы заказываете порцию, то сухо, присоточное счет. Вы найдитесь сполна просто. Поэтому я рекомендую. Это очень вкусно. Здесь также есть болгарский перец и нарезанный обычный стручковый перец. Ну что, давайте попробуем нашу креветку. Получилось взять креветку, лапшу и асминю. Еще зелень. Ребята, мы очень вкусно поели. Этот суп нам обошелся в 10 тысяч корейских вон. Это где-то в районе 8 долларов. Поэтому, если вы приедете в Карию, обязательно пробуйте эту сумку.